МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У анамского палочника сегодня на завтрак лист салата, у перуанского свежий подорожник. А вот этот представитель насекомых платоядный. У него на завтрак таракан. Чем не домашние питомцы? Мирно живут, мирно размножаются, любят хозяйку. Впрочем, как и она их, подходит для разведения начинающим террариумистам или любопытным маленьким зоологам. В руках Катерины Лукьяновой самый распространенный вид палочника – анамский. Существо весьма хрупкое. Одно неосторожное прикосновение и перелом конечности. Для их содержания необходим вертикальный террариум, частое опрыскивание и, в принципе, подходит комнатная температура. Их разводят, как говорится, просто, чтобы смотреть на красоту, на природу, или же можно использовать как кормовой объект. Именно данный вид. А это перуанский палочник. Характерная черта – пухлые красные губы. Питается жимолостью, сиренью, подорожником. Достаточно удивительные насекомые. Если он чего-то боится, он раскрывает свои крылышки красного цвета и испускает такой едкий секрет. Он имеет неприятный запах, но это только для отпугивания. Этого насекомого даже юный зоолог не отважится взять в руки. Африканский богомол настолько агрессивное, плотоядное насекомое, что может запросто съесть своего сородича. Также при спаривании данного вида необходимо следить, чтобы самка не съела самца. Так что следует сначала покормить самку, а потом уже дать им спариться. Температура подходит им комнатная. Каждый день можно опрыскивать, чтобы богомол пил и была влажность определенная. За те 20 минут, пока шли съемки, богомол оставил от таракана одни усы. Редактор субтитров А.Семкин